всем привет рада видеть всех заглянувших на мой канал и в этом видео я хочу вам рассказать и показать мои последние приобретения это покупки пряжи крючок вам тоже покажу и покажу подарки на день рождения рукодельник и начну наверное с самого провального мы самые мои провальные покупки это такая пряжа от назар называется она либо же я попробовала из нее вязать и у меня не получилось абсолютно то есть она такая очень-очень пушистая на гораздо более даже пушистая чем травка если посмотреть это наверно видите какая как либо же пух именно и и я абсолютно когда вижу я не вижу петли я во первых эта пряжа еще не не распускается то есть если я где-то сделала ошибку распустить уже будет невозможно я попробовала связать маленький кружочек но в итоге у меня ничего не получилось и это пряжа у меня теперь лежит купила я между прочим сразу два матка жадность жадность пряжа тоже пушистая но из которой я пробовала вязать и у меня это получилось мне все понравилось это такая вот пряжа от фирмы context назвать на хлопок травка и как вы можете видеть она тоже такая пушистенькая мне очень нравится игрушки которые получаются из этой пряжи то есть если ее начесать она получается такая прям очень пушистенькая и совсем совсем не похоже на то что она вязаная то есть она как будто бы шита из какого-то махера или вискозы которые для тедиков специальные и в общем я сама купила вот такой себе бежевый цвет и и розовый вот такие два цвета я купила себе сама розовых сейчас следующий год год свиньи я хочу навязать поросят на самом деле цвет немножко сейчас на камеру не придается на самом деле такой более более нежный розовый этот освещение такое немного неправильное сейчас то есть он более светлый и более такой нежно-розовый вот такие вот два моточка я себе купила точнее я каждого из этих моточков купила себе еще под ну еще по одному а вот из этого из бежевого я хочу вязать всяких мишек котиков зайчиков осьминога в действии мастер-класс один не помню сейчас автора скину вам ссылочку обязательно в описании про что я говорю потрясающий осьминог мне он очень нравится вот хочу попробовать его связать так то что касается моих именно покупок дальше бита пеликан тоже цвет немного более нежно-розовый почему-то розовый у меня сейчас вообще плохо передается не хочет передаваться правильно такой более нежно-розовый он это хлопок стопроцентный витам витакатон здесь у нас 50 граммах 30 330 метров то есть он достаточно тонкий и из такого пеликана я вязала себе крылья на дракона кто смотрел мое предыдущем видео я показывал дракон он там был еще без крыльев на общем крылья и вязала из такой тоненькой пряжи она мне в работе очень понравилось поэтому я ее купила себе еще и это кстати вот это пряжа это будут у меня крылья на второго дракона если я все-таки соберусь его вязать по поводу вид и пеликан сейчас покажу еще и вид пеликан я купила еще вот такой цвет этот свет 39 81 розовый кстати этот цвет 139 51 это 39 81 то есть он такой вот этот он более такой бирюзовый а этот розовый вот это вот из этого кстати буду маленького тирекс еще одного вязать я одного уже связала кстати по поводу маленького тирекса я вам ставлю сейчас фотографию такой вот у меня классненький тирекс получился тирекса вот этого зеленого я вязала из пряжи от пехорки как разбред в бразилии как-то так он называется такая достаточно тонкая но очень мягкая потому что там пятьдесят процентов мериносовой шерсти я купила пряжу называется она yarn art jeans вот так она выглядит тут 50 грамм 160 метров длина и здесь 55 процентов хлопок и 45 полиакрил это высокообъемный акрил такая вот пряжа она достаточно легкая но при этом весьма объемная купила я четыре цвета то есть вот такой вот бежевый из него я хочу делать личики потом расскажу что все хочу сделать вот если будет интересно то сниму видео чем хочу сделать личики для я хочу запустить свою серию игрушек вдохновлена я очень куклами лали лала все наверное кто вяжет игрушки знают эти куклы но я я вязала себе влада по мастер-классу лали лалы вот но я хочу сделать свою серию игрушек то есть они будут возможно чем-то похожи но они будут более короткие более такие похож на детей скажем так вот и вот как раз из вот этого yarn art jeans цвет 73 я хочу делать для них личики как можете видеть он такой похож на телесный цвет такой достаточно приятный бежеватый красивый второй цвет который я купила это вот такой вот рыженький тоже yarn art jeans цвет 23 из него я уже вязала тыковку вот сейчас я вам когда вставляла фотографию динозаврика там тыковка как раз вот из этого он начатый моточек вот и мне кажется он идеально подошел бы для каких-нибудь лисичек или чего-то такого рыженького белочек может быть вот такой цвет этот цвет 16 тоже yarn art jeans он такой вот он как раз прям вот джинсовый я если честно еще не знаю чего я хочу из него связать но пусть он у меня будет цвет очень красивый очень такой приглушен на синий так что такой вот цвет у меня тоже теперь есть и есть у меня еще вот такой цвет 45 он темно-серый скорее даже какой-то графитовый из него я хочу связать себе пенал рыбу обязательно я вам покажу что у меня из этого получится сниму видео потому что в этом видео будут использованы материалы на которые мне нужно будет снять обзор соответственно вот эта пряжа она будет вспомогательная в этом видео вот такие вот четыре цвета от yarn art jeans у меня теперь есть кстати понравилась мне эта пряжа первый раз я про эту пряжу услышала оли каск на канале и по-моему посоветовала эмили фриман сейчас точно уже не вспомню но в общем у нее на канале я первый раз при не услышала я ее себе купил имена в принципе и понравилось и не понравилось то есть она очень хорошо захватывается крючком но на мой взгляд крючок мне лично нужен чуть чуть побольше чем тот которым я вижу сейчас именно для этой пряжи убираем еще одна пряжа которую я купила это пехорка называется она тепло и уютно я не знаю вообще есть сейчас эта пряжа в производстве или нет наклейка эта бумажка еще старая это стопроцентная шерсть и здесь 400 метров в 100 граммах достаточно тоненькая вот она такая достаточно колючая но мне почему-то показалось что вот именно вот этот цвет шоколадный цвет если она выпускается еще сейчас я найду где где он тут есть цвет то наверное нигде тут и не указан не знаю может быть цвет это вот этот номер больше никаких номеров здесь нет то есть нигде не указан номер цвета мне кажется что вот этот цвет он идеально подойдет для каких-нибудь медведей если там допустим вязать хотя бы там две нитки можно то они будут такие объемные и очень красивые но я люблю вязать в одну ниточку то есть это нужно будет маленького какого нибудь если мишку мне связать в общем есть у такая пряжа мишек я люблю вообще вообще когда я брала эту пряжу я хотела связать из нее гнидого такого коня то есть чтобы там было много петелек но я еще пока не придумала как этот конь будет выглядеть до конца поэтому я его пока не вязала еще я купила тоже пушистая пряжа на к на перис париж не знаю как она правильно здесь у нас 50 60 процентов полиамида и 40 процентов премиум акрила полиамид я так понимаю это вот это вот эти вот красавицу личке и наоборот это акрил в общем она очень-очень пушистая и она по толщине несмотря на то что написано что здесь в 100 граммах двести сорок пять метров а в пехорке 100 граммах 220 метров на самом деле они почти одинаковые по толщине когда я пробовала просто уже сравнивала я вам сейчас даже покажу мое сравнение то есть вот если ее сравнивать эту ниточку вот белая она настолько на чуть-чуть толще потому что когда она натягивается я растягиваю сейчас две нитки они вообще почти одинаковые толщины при том что белым всегда смотрится чисто визуально обман глаз он смотрится объемнее и купила белый цвет у нас к сожалению только белый было так бы набрала побольше разных потому что мне нравится как он выглядит он кстати очень очень мягким он безумно просто мягкий но очень красивый вот из него игрушки тоже мне кажется будет получаться хорошо и вот я связала два одинаковых кружочка белый как раз и вот этот бежевый от хлопок травка и вы можете увидеть что вот этот он по пушисте хотя вот этот я еще толком не распушал то есть вот этот я прошлась по нему липучкой по вот этому нет если пройтись он тоже будет такой пушистенький как вы можете видеть эти два шарика они одинаковые по размеру здесь одинаковое количество петель и они одинаковые по размеру опять-таки говорю обман зрения когда белый выглядит просто больше он всегда выглядит больше не зря же говорят что белый полнит такие вот два кружочка так что если вы сомневаетесь можете смело брать на к париж как замену хлопок травку и на хлопку травки и наоборот их можно комбинировать в одной игрушки но сейчас я вам расскажу что из пряжи мне подарили на день рождения мне подарили все тот же хлопок травка мой любимый теперь уже хотя полноценную игрушку я из него не вязала но вот вот в этом образце как он ведет себя мне очень понравилось обязательно попробую связать из него что-нибудь ведь он такой прям пушистенький и подарили мне такие три цвета это бежевый как раз цвет цвет он 005 такой жемчужный серый этот цвет 008 и вот такой черный цвет 003 вот этот в черный серый и мой на к париж они пойдут на енота есть сайт форум амигуруми я оставлю вам ссылочку по нему там проходит иногда платные онлайн и по типу вот вышивальных совместников только по вязанию и там предлагают связать енота то есть если кто-то вяжет до 15 августа вы еще можете зарегистрироваться и присоединиться к нему енот вообще потрясающе просто и вот такого енотика я буду вязать себе и вот подарили мне получается этот хлопок травка я в принципе сама заказывала цвета которые мне нужны и подарили мне по два моточка каждого из этих трех цветов и сейчас я вам покажу что мне подарили еще помимо этого из вышивальных на этот раз из вышивальной тематики ко мне приезжала тая моя подружка вот она мне кстати подарила пряжу она меня спрашивала что мне нужно я я и долго не говорила что мне нужно но в итоге когда я увидела этого енотика я попросила ее зайти в леонардо потому что у нас леонардо в городе нет и вообще вот это и хлопок травка у нас тяжело в городе поэтому я попросила и зайти в леонардо купить мне по два матка пряжи она мне их привезла и собственно она сказала что ну вот это тебе подарок чему я была несказанно рада вот и также она мне привезла посылочку которую мне передали передала мне ее катринка и такая лошадка dimensions я ее очень давно хотела она в гобеленовой технике в гобеленовой технике dimensions я не вышивала ни разу я его уже открывала посмотрела что там внутри мне безумно нравится эта лошадка она получится достаточно такая большая 28 на 36 сантиметров и за что катенька тебе огромное спасибо я вообще мне это было очень приятно очень неожиданно в общем я безумно рада до сих пор еще раз огромнейшие тебе спасибо за него лошадка просто прелесть и еще ко мне в день рождения приезжала одежда григорьева и она мне подарила такой подарочек здесь у меня авторская схема от asmodee pictures там тотера такой лесной в контуре я вам его показывала своих очушках в каком-то из ранних видео и сейчас я вам оставлю картиночку и также она мне подарила два отреза канвы вот это этот свайгард льняной я не знаю что это как как этот цвет правильно называется и тут большой такой кусочек 50 на 70 сантиметров где-то ну вот как стандартный него должно хватить на две работы минимум и еще цвет это миран 28 каунта это ли он номер 39 72 дробь 661 надюш спасибо тебе тоже огромное за это все мне было очень приятно очень рада что ты приехал если ты мне сейчас смотришь приезжай ко мне еще и было очень весело и еще помимо пряжи я сама себе купила крючок кловер это кловер амур размер 1 25 здесь это видно вот он это кстати оригинал но заказывал я его на алиэкспресс тоже ссылочку я вам внизу оставлю и расскажу вам немножко о том как мне понравился вообще этот крючок или нет он вот здесь в таком вот колпачке размером он меньше чем единичка от главы кстати несмотря на то что она здесь написано что здесь 1 25 и крючок мне безумно понравился я держу крючок вот в таком положении то есть не не вот так как ручку даже не вот так а я вижу вот у меня палец указательный получается вот здесь мне так легче направлять крючок и я так думаю что я закажу себе еще как минимум один крючок размером 1 75 он будет побольше вообще мне очень очень понравился этот крючок он очень удобный и кстати вот если присмотреться вот она дырочка получается отверстие тут в конце ручки и это отверстие видно то что вот этот стержень стальной он проходит до конца кстати да это сталь это не алюминий так как крючок тонкий это сталь так что в моих следующих видео а я все-таки планирую снимать про игрушки то есть мне понравилось про них снимать понравилось снимать про пряжу про игрушки так что этот канал теперь будет не только вышивальный но и еще вязальный как в принципе с самого начала я и хотела то есть у меня еще самых ранних видео была речь о том что я бы хотела здесь еще вязать или шить или что-то еще мастерить то есть помимо вышивки потому что я занимаюсь не только вышивкой но и всякими разными другими штуками поэтому если вам интересна вышивка оставайтесь со мной если вам интересны игрушки но раньше у меня их не было то подписывайтесь на канал если вам нравится вот такие видео про покупки пряжи так как здесь в этом видео все-таки больше именно про пряжу и про вязальные то тоже подписывайтесь ставьте лайки то есть если вам нравится такое видео я жду от вас какой-то отдачи лайками чтобы я поняла что вам это все понравилось ну а на этом я с вами прощаюсь увидимся в следующем видео видео пока пока